До назначенного часа икс несколько минут. Мальчишки и девчонки прислушиваются. Не слышен ли рев двигателей? Каждый хочет встретить байкеров первым. И вот, даже немного раньше, чем полагалось, в конце улицы раздался рев мотоциклов. В Луковской школе-интернате воспитывается более 120 детей. 85 из них – дети-сироты, в том числе социальные. То есть у них есть родители, но номинально. Когда коронавирус усилился, заведение ограничило прием и проведение мероприятий. Дети, лишенные родительской заботы, в это время остались практически без источника положительных эмоций. Поэтому приезд байкеров стал событием года. Они всегда приезжают в День защиты детей, 1 июня. И мы их ждали очень. Но сложилась такая эпидемиологическая обстановка, что просто нас никто не посещал, и мы не могли никуда выезжать. Массовые мероприятия не проводились. Поэтому наши дети ждали байкеров целое лето. И сегодняшний приезд для них – огромный праздник и долгожданный праздник. Самое радостное – прокатиться на мотоцикле. Не каждый ребенок может похвастаться, что катался на настоящем Харлее. Кстати, байкеры катали всех без исключения не по одному разу. На мотоциклах можно было даже потанцевать. Сами байкеры признаются, что они тоже от такого общения получают заряд положительных эмоций. В интернат приезжают уже третий год подряд. Стараемся как-то по мере сил как-то помочь детям, привезти какие-то подарки, как-то их, не знаю, как-то развеселить их, что ли. Ну, пока как-то так получается у нас. Даже в это непростое время. Байкеры стремятся не только подарить детям хорошее настроение, но и помочь заведению материально. В предыдущие годы привозили необходимую мебель, постельное белье. В этом году благодаря им появилось 20 новых кроватей. Мотоциклисты обещают навестить детей и в следующем году с подарками и желанием сделать жизнь воспитанников немного ярче.